итак дорогие друзья всем большой привет сегодняшняя тема это как распознать развороты на графике давайте я объясню для вас для всех вообще чтобы понимать когда в инструменте происходит разворот мы с вами должны понимать определенные пункты сначала просто на чистом листе бумаги в данный случай это будет пей для того чтобы мы понимали что происходит какие у нас должны быть условия перед тем как мы пройдем на чистый график причина претельно проста если вы сможете просто на чистом листке бумажки объяснить себе почему там или не там должен быть разворот тогда вам будет намного легче торговать первое и самое главное вы должны понимать одну очень важную вещь все самые сильные движения всегда начинается и заканчивается ложными пробоями то есть первое самое сильное движение это практически всегда л.п. потом дальше мы нарисуем второе самое сильное движение то даже разворотное всегда начинается у очень сильной консолидации либо с ярко выраженным дном третье практически всегда вот такая формация или вот такая формация она заканчивается разворотом то есть что должно быть должно быть либо очень сильное движение вниз и возле основы должен быть какой-то очень сильный уровень и наоборот должно быть сильное движение вверх и возле какой-то основы должно быть уровень то есть практически всегда так называемые дальние ретесты это первые сигналы для разворота инструмента либо как бы отбой либо через ложный пробой и это надо понимать поэтому для того чтобы поймать какой-то очень сильный сигнал желательно чтобы инструмент в данной ситуации данной ситуации либо очень сильно упал либо очень сильно поднялся то есть когда вы будете понимать вот эти вещи виде просто ментального урока как они и почему они работают тогда вам будет гораздо легче понимать саму картинку то есть вы в первую очередь обязательно должны себе на обыкновенном там чистом листке бумажки ведь у меня всегда листок бумажки и всегда ручка лежит вы должны себе обязательно попробовать объяснить что вы смотрели в бумаге и тогда вам будет намного легче и так первый пример разворота при том в обе стороны будет бумага карвана запомните вот эту вот картинку сфотографируйте и так бумага карва как я уже сказал первое бумаги если вы посмотрите для того чтобы смотреть более глубокую бумагу нужно посмотреть очень сильный дальний график например это неделька или месяц на данной картинке вы увидите что инструмент подошел у очень сильному уровню вот вы видите и этот инструмент заканчивается этот инструмент он заканчивается ложным пробоем видите то есть мы пробили локальный минимум вот он видите нас не утащили вниз мы развернулись и у нас было очень сильное накопление которое хорошо видно на дивном графике вот видите очень сильное накопление мы сначала в одну сторону пришли по другу почему когда инструмент очень сильно падает в данной ситуации это огромное какое-то ну космическое падение это например посмотрите инструмент упал с 380 долларов там до 5 долларов понятно что в этом инструменте сосредоточены очень большое количество очень большое количество шартовых денег и в какой-то момент эти деньги будут закрываться у меня была эта сделка я ее показывал теперь посмотрите внимательно если вы закроете эту составляющую дата вы увидите что вот здесь инструменте 5805 есть очень сильный дальний ртс да вот в районе 60 долларов посмотрите внимательно х инструмент чуть чуть не дошел почему инструмент развернул с первого вы должны понимать одну вещь что инструмент пошел почти тысячу процентов то есть 5 долларов от локального минимума вот в этом 423 локальный минимум инструмент пошел до 57 долларов то То есть это больше 1000%. Понятно, что когда впереди у инструмента будет какое-то сопротивление, это будет первый инструмент, который пойдет на разворот. Потому что впереди у уровня будут очень сильные лимитные ордера. Важно понимать, важно понимать две очень важные вещи. Что не всегда инструмент может пойти через ложный пробой. И бывают фундаментально сильные акции и фундаментально слабые. В данной ситуации акция Carvana была очень слабая фундаментально. Поэтому, по сути дела, я пробовал ловить разворот. Теперь совсем другая противоположность. Это акция Netflix. Давайте еще раз посмотрим. Почему прямая противоположность? Потому что акция Netflix это компания, которая по сути дела очень мощная. Которая зарабатывает огромное количество денег. И она видите очень резко упала с 700 до 150. Естественно, такие акции, они и являются самыми лучшими, будем говорить так, кандидатами. Для того, чтобы в них ловить разворот. И сейчас я вам покажу дневной график. Я показывал эту акцию на дневке. И вот посмотрите внимательно. Netflix. Вот посмотрите внимательно. Вот его локальный минимум. Смотрите. Видите, ярко выраженное дно. Обычно перед тем, как инструмент пытается развернуться и хочет собрать себе какую-то позицию. Ему нужно желательно какой-то промежуток времени, месяц, два, три, постоять на одном месте. Для того, чтобы была какая-то позиция набрана в данной ситуации лонговыми игроками. И вы видите, было очень хорошее накопление. Раз, два, три, три полных месяца. Ярко выраженное дно. Видите, картинка практически везде будет одна и та же. Перед тем, как я наведу курсор, я вам объясню одну очень важную вещь. Чем четче ярко выраженное дно, тем легче вам будет заходить. И тем будет короче ваш стоп. Поэтому давайте сейчас вместе с вами посмотрим, насколько сильно отрабатываем уровень. 169.80. 170.20. Практически копейку. 170.30. 169.70. То есть в районе 170 набиралась очень большая позиция. Почему инструмент часто проваливает локальные минимумы? Инструмент проваливает локальные минимумы для того, чтобы собрать стопы. И в данной ситуации, видите, он сначала всех дернул, выкинул и потом пошел вверх. Есть очень хорошее выражение, которое на английском звучит приблизительно так. It's a shake out before break out. То есть сначала всех повыкидывают, а потом инструмент пойдет на пробой. То есть в данной ситуации это была очень хорошая картинка. Она шла тяжело. То есть выседить такое движение нелегко. Но в общем, а себе, видите, инструмент пошел очень хорошо, сходил очень сильно. Вы должны понимать одну вещь, что вы делите всегда график на куски, на такие отрезки. И пытаетесь, по сути дела, понять все-таки, что происходит. Но в таких моментах нужно обязательно обращать внимание на то, какой, например, у инструмента фундаментал. То есть по-простому, хорошая компания или плохая. Например, компания NVIDIA. Давайте посмотрим компанию NVIDIA. Похожая ситуация. Потом перейдем. Видите, то же самое. В 2020 году это был год безудержного роста после COVID. Видите, очень многие бумаги с 50 долларов до 350, 700 процентов. Видите, потом опять глубокие откаты. И посмотрите здесь внимательно. Это и был заход через ложный пробой. Вот он. Видите, как я говорил. Самое сильное движение. Они всегда начинаются и заканчиваются ложные пробой. Следующая бумага. Мета. Видите, они все будут практически похожи. Видите, здесь мы очень медленно идем, спокойно, в рост и все остальное. После этого, видите, у нас опять резкое движение. Вот, пожалуйста, опять посмотрите. Движение через ложный пробой практически всегда. То есть повыкидывают. И потом вы переходите, например, на дневной график. И на дневном графике смотрите вот такую модельку. Например, закрытие в данной ситуации ГЕПа. То есть ложный пробой может быть не обязательно одним баром. Это может быть закрытие ГЕПа. Это может быть, видите, как здесь, пробой локального минимума. Посмотрите, например, в данной ситуации ЛОУ 88.41, а здесь 88.09. То есть инструмент сначала сходил вниз, всех повыкидывал и потом, по сути дела, пошел наверх. То есть все картинки, которые я вам показывал, приблизительно одно и то же. В каких ситуациях бывает такое, что в инструменте нет накопления? Только при условии, что он очень резко пошел вниз, сделал ложный пробой и возвращается. Но даже вот в ситуации с мета, смотрите, раз-два, два месяца инструмент практически, видите, копит от одной границы канала в другой. И так можно рассматривать, например, все, по сути дела, акции. И неважно, там это лонги или это шорты. То есть постоянно вы должны понимать одну вещь, что в инструменте присутствуют покупатели и продавцы. И вот то, что я вам нарисовал на первой картинке, оно вам показывает. Акция PayPal. Посмотрите внимательно. Акция PayPal, видите, сделала абсолютно то же самое. Если вы посмотрите мне на PayPal, видите, весь пик пришелся, та же 20-21 год, 300 долларов и акция упала. Но это единственная акция, которая пока не хочет возвращаться. И это показывает то, что как только сейчас рынок начнут продавать, это будет первая акция на шартовом листе, которую побьют. Первый и очень важный фактор, первый и самый важный фактор, вы должны понимать одну вещь, что для того, чтобы инструмент шел вверх или вниз, у него должны быть определенные фундаментальные подоплеки. А когда у инструмента затухает, будем говорить так, рост, этот инструмент однозначно, даже если он зарабатывает десятки миллиардов долларов, не будет расти. Потому что люди, которые инвестируют в данные бумаги, они в первую очередь смотрят, насколько сильный или слабый фундаментал. То есть, одна хорошая или одна плохая новость может убить. Такая же акция Zoom. То есть, Zoom, по сути дела, я думаю, что после вот этого, будем говорить так, красивого безудержного роста, видите, до 600 долларов во время 2020 года, когда была пандемия, все сидели дома, мы находимся опять здесь. И я думаю, что как только рынок начнет падать, это будет первая бумага на листе, потому что и бизнес сейчас, будем говорить так, никому не нужен. То есть, для того, чтобы определить вот эти все вещи, я уже сказал в самом начале, вы должны пользоваться очень важными факторами. И очень важный фактор, это как инструмент относится относительно S&P. Смотрите. Итак, вот у нас Spider. Spider, видите, продолжает идти вверх. То есть, мы, по сути дела, с март, апрель, май, июнь, июль и август практически, все время идем вверх. Теперь смотрите Zoom. Мы стоим, по сути дела, с марта месяца на одной и той же цене. Это показывает то, что Zoom вообще не поучаствовал в рынке, значит, что у Zoom проблемы. А теперь посмотрите внимательно PayPal. Выглядит абсолютно идентично. С марта месяца мы даже еще по хуже цене находимся. То есть, что это значит? Смотрите. На рынке очень часто преобладают так называемые индексные фонды, которые покупают только те акции, которые входят в индекс. Что это значит? Если покупает весь индекс, то обычно покупает все бумаги. И как вы видите, ни Zoom, ни PayPal фонды не покупают. Иначе, если бы они покупали, то, по сути дела, все более-менее выглядело бы наверх. Тем более, PayPal сейчас провалил квартальные отчеты. Поэтому 62 доллара ниже PayPal будет жопа. Внимательно пересмотрите еще раз все эти видео. Можно на этом зарабатывать колоссальные деньги. Как я уже сказал, очень важно. Тот же Novavax. Мы давали эту бумагу несколько месяцев назад. Видите, явно выраженное дно. И бумага почти дала 80%. Видите? То есть, периодически такие вещи можно ловить. Самое главное, нужно иметь терпение, спокойствие. И все у вас будет хорошо. Вам всем удачи. И до следующего урока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok